МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...взяли штурмом прокуратуру. Там они потребовали встречи с руководством ведомства по поводу задержанного накануне сотрудниками СБУ лидера мариупольских митингующих Дмитрия Кузьменко. По факту блокирования здания прокуратуры открыто уголовное производство. Отметим, что до штурма ведомства митингующие требовали провести референдум у мариупольского горосполкома, а также провели пикет у СБУ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что вы сейчас делаете, это противоправные действия. Понимаете, на сегодняшний день это уже уголовно наказуемое действие. Конечно, регистрироваться будет. Будет регистрироваться и проводится расследование. По поводу... Я ответил на ваш вопрос. Митинг пророссийских активистов прошел сегодня и в Донецке. Сотни людей пикетировали мэрию и областную администрацию. Требования протестующих слышал Алексей Куделя. Митинг выходного дня. Площадь Ленина вновь пестрит российскими флагами. Выступаем против фашизм, против этих бандеровцев, хотя неправильно говорят бандеровцев, но я специально говорю бандеровцев, как говорил Путин. Требованием отставки председателя облгосадминистрации Сергея Таруты в проведение референдума добавились новые. Со сцены звучали призывы восстановить СССР и Конституцию 1937 года. Несмотря на то, что в Донецкий городской совет не поступало заявок на проведение митинга в центре города, на площади Ленина собралось около двух тысяч человек. Присутствующие на площади милиционеры пообещали не допустить массовых беспорядков в городе. Действиями правоохранителей на площади руководит лично главный милиционер Донецка. Если все-таки люди решат совершать эти противоправные действия, естественно, насилие мы к людям применять не будем. Мы потом будем проводить расследование и привлекать виновных к ответственности. Около 14 часов толпа покинула площадь. Сейчас мы идем к мирным шествиям в город Столкому. И никто нам не помешает. Донбасс, вперед! Под стенами Донецкой мэрии митингующие в очередной раз попытались поднять на флагшток флаг России, однако у активистов, очевидно, возникли технические проблемы. Затем митингующие переместились на площадь перед облсоветом, где призвали освободить их лидера Павла Губарева, который находится в киевском СИЗО. Губарев! 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 Некоторые одели маски и балаклавы, говорят, чтоб не заразиться гриппом. Почему вы в маске? Есть чего бояться? Да, гриппа. Не, ну серьезно. На самом деле идут преследования. Ну и на прошлых митингах. Вам приходилось уже столкнуться с преследованием? Нет. Не допустить штурма администрации вышли внутренние войска и милицейский спецназ. Это бойцы бывшего Беркута. Не дождавшись представителей власти, митингующие направились к офису Индустриального союза Донбасса. Алексей Куделя, Алексей Соливон, Телеканал Донбасс. 300 автоматов и даже гранатомет СБУ задержало вооруженную диверсионную группу, которая якобы планировала 10 апреля захватить власть в Луганской области, а также запугивать мирное население с применением оружия и взрывчатки, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам спецоперации силовики задержали 15 человек, у которых было изъято 300 автоматов, противотанковый гранатомет, 5 пистолетов, бутылки с зажигательной смесью, гранаты, холодное и гладкосфольтное оружие. В самом Луганске и семи районах области продолжаются обыски. На приграничном посту Ялта в Донецкой области сегодня стреляли, однако никакого ЧП не произошло. Просто Донецкий погранотряд проводил мобилизационные учебные стрельбы. Ряды пограничников пополнились военнообязанными и добровольцами из Донецкой, Запорожской и Кировоградской областей. Разместили прибывших на службу на пограничном посту Ялта. Военнообязанные пройдут краткий курс обучения и уже через несколько дней пополнят действующее подразделение Донецкого погранотряда. Первый пристрелочный, даем 6 патронов, чтобы люди почувствовали оружие и определились с точкой прицеливания, чтобы пули просто зря не ушли в цель. Следующий этап уже был на оценку. Вы видели результаты, в целом они нас улетворяют. Мне кажется, это нормально. Недаром же в Израиле проходят все военные службы. Я считаю, что каждый человек мужского пола, женского, не знаю, пожелания, но мужского пола, я считаю, должен пройти службу, автомат подержать. Не шахтер должен служить государству, а государство шахтеру. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук написал письмо дончанам, в котором выступил против радикализма и пропаганды ненависти, которая, по его мнению, звучит со всех сторон. Музыкант отметил, что никогда не был фанатом ни российских, ни украинских политиков. Выход из исторического беспредела был всегда один. Ораторы разбегались, а мы оставались расхлебывать, написал Юрий Шевчук в обращении, которое передал в нашу редакцию через своего друга дончанина. Мы с ним общаемся давно, уже около 20, больше 20 лет. Общаемся, делимся, встречаемся. Приезжает он на Украину, мы постоянно видимся. Он не призывает ни к сепаратизму, ни к делению, ни за, ни против анекции Крыма. Он просто сказал, за добро то, что у нас происходит, это не присуще, скажем так, славянскому народу. Добились своего. С сегодняшнего дня стоимость проезда в автобусах в Горловке выросла до 3 гривен. На некоторых маршрутах пассажирам теперь придется выложить и все 4,5. Чиновники из полкома разрешили поднять тариф после того, как горловские транспортники объявили забастовку. Вчера в городе не вышли на маршруты практически все автобусы. Водители сетовали на убытки, мол, им не за что заправлять машины. Многие горловчане добирались до работы пешком, а также брали штурмом троллейбусы и трамваи, которые на время транспортного коллапса стали едва ли не единственным средством передвижения. Благотворительный фонд Рината Ахметова развития Украины выплатил 700 тысяч гривен семьям погибших шахтеров в аварии на Макеевской шахте Северная. Напомним, взрыв метана, который произошел в конверном штреке 17 февраля, унес жизни семи горняков. Родные погибших получили от фонда по 100 тысяч гривен помощи. В момент аварии под землей находились 88 горняков. Донести слово Божье до слабослышащих взялись в Луганске. В местном храме впервые на востоке Украины провели богослужение для людей, лишенных слуха. Трудности перевода с церковнославянского на язык жестов изучал Александр Махов. Трое сурдопереводчиков сменяют друг друга каждые 20 минут. Руки устают, но останавливаться нельзя. Прихожане не должны пропустить ни одного слова. Во время богослужения сурдопереводчик стоит на небольшом возвышении, таким образом, чтобы всем, кто присутствует в храме, было видно, о чем говорит священник. На необычную службу в храме Александра Невского пришли около ста воспитанников местного интерната для слабослышащих и члены общества глухих. Говорят, впервые услышали богослужение от начала до конца. Я пришла в церковь не в первый раз, но только теперь мне стали понятны все моменты богослужения, потому что сегодняшний день для всех нас особенный. Мы очень рады, что нам выпала такая возможность. С текстами Евангелия сурдопереводчикам работать непросто. Протоиерей Григорий поясняет, им приходится делать сразу двойной перевод. Сначала с церковнославянского на русский и только потом на язык жестов. Очень часто, если можно так сказать, один жест обозначает священник, церковь, духовность. Духовность, мы же разделяем это священник, церковь, духовность, духовная жизнь. То есть мы показываем им разные варианты. Первое богослужение в Луганске провели сурдопереводчики из Киева. Своих специалистов в области нет, но в храме надеются, что волонтеры со знанием языка жестов, готовые выучить и церковнославянский язык, обязательно найдутся. Господь сказал, что идите и научите все народы. То есть не в зависимости от того, слышат, видят они и какой они веры. То есть Господь шел и к язычникам проповедовать. Поэтому если язычники принимали, то тем более и не слышащие люди примут. А таких только в Луганской области почти 2000 человек. Александр Махов, Виктор Белогорцев, специально для телеканала «Донбасс». Телемост между школьниками и чешскими студентами. Учащиеся выпускных классов Донецка сегодня пообщались с земляками, которые отправились за дипломом высшего образования за рубеж. Школьников интересовало, легко ли было украинцам выучить чешский язык и сдавать на иностранном вступительные экзамены. В ответ узнали, конкуренция в европейских вузах серьезная. Однако тот, кто сумел показать хорошие результаты в государственных университетах Чехии, получает бесплатное образование. Мы уже, наверное, полтора года хотим. И вот, наверное, очень многое, не знаю, как ограждало нас от этого. Но сейчас мы узнали, что там, в принципе, не так все сложно. Получили очень много полезной информации, в принципе, пообщались с студентами вживую. Они нам искренне рассказали, действительно, как там жить, как там все проходит. И действительно, очень полезный семинар. Стоит на голове, как игрушку поднимает пудовую гирю и выжимает 85-килограммовую штангу. Алчевский пенсионер Федор Хасьянов ставит рекорды. О богатыре, который разменял девятый десяток лет, Александр Певтиев. Каждый день Федор Хасьянов не меньше часа отдает физическим упражнениям. Начинает с пробежки, затем разминка и занятия в тренажерном зале. Пенсионеру пошел девятый десяток, однако чувствует себя спортсмен вдвое моложе. В этом возрасте я был 39, мое состояние физическое. Я так, чужихов 39. И сейчас хочу вот это 39. И не выхожу с 39. Было у меня 79, но было 39. Будет 85, но мне будет 39. Все равно 39. Я вот этой вот молодостью своей, я продолжаю идти. И я не поддаюсь своему возрасту. Гимнастикой Федор Хасьянов начал заниматься в детстве. Участвовал во всесоюзных соревнованиях, поступил в Киевский институт физкультуры и спорта. А когда получил диплом, приехал в Волчевск. Там он почти полвека преподавал на кафедре физкультуры в местном техническом вузе. Недавно Федор Хасьянов вышел на пенсию. Но занятий спортом не бросает. Здоровье. Телий, здоровый дух. Кроме меня, мое здоровье никто не поправит. Для здоровья хочу, не хочу, не хочу. Есть слово «надо». Спортзал Федор Хасьянов приходил заниматься вместе с двумя своими коллегами. Раньше они вместе работали на кафедре физвоспитания. Теперь все на пенсии. Тренажерки их называют «три богатыря». В коллективе очень интересно заниматься. Кто-то что-то сделает необычное, стараясь повторить. И также кто-то что-то расскажет интересное. А дома я пытался заниматься, но оно очень скучно и неинтересно. Я считаю, что в любом возрасте спорт не помеха. Молодые спортсмены к ветеранам относятся с уважением. А те всегда готовы поделиться опытом. Для меня они были и есть примером, мотиватором, как нужно себя вести, жить и тому подобное. Всегда беру пример с них во всем абсолютно. Самое главное, считает Федор Хасьянов, преодолеть свою лень. И только тогда можно добиться результатов. Александр Певтиев, Олег Притыкин, Наталья Трофимова. Телеканал Донбасс. Дрессировка бездомных собак. В Донецком приюте ПИФ волонтеры обучают дворняк хорошим манерам. Говорят, у воспитанных питомцев больше шансов обрести себе новых хозяев. К слову, учатся в приюте не только животные. На мастер-классе кинологов побывала Елена Витек. Ползи, ползи. Двухлетний Арни исправно выполняет команды. Приют для бездомных животных пёс попал несколько месяцев назад. У него были повреждены челюсти. Однако после выздоровления дворняга обошёл в дрессировке всех породистых псов. Вперёд, вперёд. Хорошо. Преодоление барьеров, прыжки и охрана территории. Животных в приюте дрессирует профессиональный кинолог. Евгений Терновский работает с бездомными собаками по собственной инициативе. Говорит, перед тем, как приступить к обучению, питомцев осматривают ветеринары. Собаки должны быть без увечий и не старше трёх лет. Дрессировку проходят на специальной площадке. Некоторые собаки уже прошли тестирование по специальному курсу. Это охрана вещи, задержание, охрана двора, приусадебного участка, имущество. Для тестировки собак сотрудники приюта ПИФ набирают группу волонтёров, желающих пройти бесплатные курсы кинологов. А пока зоозащитникам необходим инвентарь для тренировки питомцев. Мы набираем группу, мы выдаём каждому по собаке. Каждая собака предварительно прошла отбор. Для дрессировки собак нам необходимы ещё некоторые снаряды. Мы просим вашей помощи. Молодец. Дончанка Наталья Поприченко уже записалась на курсы кинологов. Девушка пытается найти общий язык с годовалым лютиком. Я решила заниматься собаками, потому что мне некуда свободное время делать. И лучше собакам я стараюсь помогать. Поэтому я и хочу заниматься дрессировкой. Мастер-класс будущему кинологу дают специалисты приюта ПИФ. Называй сначала кличку и поощряй его. Людик. Ладонью кверху. Вот так. Да. Людик. Сотрудники приюта дрессируют питомцев в надежде на то, что обученные собаки быстрее найдут себе новых хозяев. Елена Витек, Роман Притула, телеканал «Донбасс». И на этом время новостей Донбасса и стекло. Всего вам самого лучшего и весеннего настроения. Редактор субтитров А.Семкин